Морозная, снежная, сказочная погода радует жителей города в этом году. Ее немногочисленными минусами можно считать лишь гололед и заносы на пешеходных дорожках и проезжей части. Справиться с этой проблемой стремятся сотрудники коммунальных служб. Боремся со снегопадом, потому что до праздника все будет высечено. Также и на праздничные дни будет выходить персонал по уборке предмал территории. Следят за чистотой на улицах города и сотрудники благоустройства. Они ежедневно убирают снег с пяти часов утра. По словам директора МБУ благоустройства Оксаны Якушевой, также существует дежурная бригада, которая чистит улицы в ночное время. Без внимания не оставляют проблемы борьбы со снежными заносами и инспекторы госадмотехнадзора. Сейчас как-то с обилием снегопада поступает. Если жалоба, то стараются реагировать на них сразу же с коммунальными службами, взаимодействием, то есть, чтобы не затягивать. Ну, также вот, как говорится, коммунальные службы работают. В новогоднюю ночь будет перекрыто движение на проспекте науки. Данное мероприятие согласовано с сотрудниками ГИБДД. Народное новогоднее гуляние, подготовленное для пущенцев и гостей города, состоится на площади УЦКР «Вертикаль» с 0 часов в 45 минут и до 3 часов ночи. Состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям пожарной безопасности и городской антитеррористической комиссии, в которой обсуждались вопросы обеспечения безопасности в период проведения новогодних праздников. Решение комиссии определены конкретной задачей руководителя по обеспечению безопасности. Значит, члены комиссии получили решение на руки. Для остальных руководителей можно ознакомиться на сайте администрации. Прием жителей в поликлинике пройдет 3 и 6 января до 12 часов дня. Стационар и скорая помощь больницы в празднике будут работать круглосуточно. По словам Александра Занозина, начальника пущенского сетевого участка Серпуховского производственного отделения коломенского филиала АО «Мособлэнерго», прием обращений по телефону 1 января начнется с 8 часов вечера. Контактный номер остается прежним – 730655. В понедельник, 24 декабря, в нашем городе состоялось совместное выездное совещание, в котором приняли участие директор Департамента Министерства науки и высшего образования России и заместитель министра инвестиций и инноваций Подмосковья. Мы вместе подвели результаты выполнения и областных федеральных программ, все, что связано с наукограду, с индустриальным парком. На выездном совещании также было дано поручение по организации участия пущенских научных и образовательных организаций в национальном проекте «Наука». Анна Зарубина, Андрей Михалин, Тимофей Акимов, ТВС, Пущино.